Здравствуйте! С вами ежедневная информационная программа «День города» и я, Марина Комиссарова. Мои коллеги готовы поделиться главными событиями сегодняшнего дня и обсудить важные темы в ближайшее время. Новые дороги и отсутствие очередей в поликлиниках. Временно исполняющий обязанности губернатора региона рассказал о своих рабочих планах. Чистая как слеза. Какие процессы проходит вода из оки, прежде чем оказаться в квартирах и домах рязанцев. В 17 ДТП за одно утро. Причины аварии на дорогах разные. Исход часто одинаково печален. Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Николай Любимов за свой пока еще недолгий срок пребывания в регионе уже успел несколько раз встретиться с журналистами. Официальную пресс-конференцию планировали в конце марта. Сегодня как раз и состоялась первая встреча главы региона с представителями СМИ. На какие вопросы ответил Любимов, расскажет Анна Герцовская. Встреча Николая Любимова с журналистами состоялась в Большом зале правительства Рязанской области. На ней присутствовали и задавали свои вопросы не только городские СМИ, но и представители районных телерадиокомпаний и изданий. Первый вопрос, который услышал временно исполняющий обязанности губернатора, касался ремонта дорог. Журналисты поинтересовались, возможно ли в регионе улучшение ситуации до такой степени, чтобы отремонтированная асфальтовая поверхность смогла прослужить на протяжении гарантийного срока – пяти лет. Мы пошли на небольшое удорожание контрактов для того, чтобы как раз постараться с эластичными новыми материалами, которые наши, кстати, предприятия выпускают, рязанские, этот ремонт осуществить. Для того, чтобы как раз дорожное полотно было эластичнее, но могло выдерживать все нагрузки температурные и так далее и тому подобное. Для меня важно, чтобы мы постепенно, конечно, за один год мы все не отремонтируем, это нереально, но качественно ремонтировали все дороги, которые у нас есть. Потому что дорожное полотно, конечно, у нас в области еще пока оставляет желать мягкую рожать лучшего. Эта тема одна из главных будет в моей деятельности. Николай Любимов отметил, что в этом году достаточно денег на ремонт дорог. В том числе будет осуществляться поддержка из федерального бюджета. Он также подчеркнул, что для создания хороших дорог необходимо вести контроль за качеством строительного материала и готового покрытия посредством лаборатории. Представители которой в случае выявленных нарушений будут сразу вносить коррективы и заставлять подрядчиков исправлять ситуацию в лучшую сторону. Николай Любимов отметил, что лично будет контролировать деятельность профильного министерства, которое обяжет к соблюдению всех необходимых условий по контролю за строительством и ремонтом дорог. Следующий вопрос на пресс-конференции был посвящен не менее важной проблеме. Как известно, в регионе существует ряд незавершенных строительных объектов, заложниками которых стали несколько сотен рязанцев. В частности, жилой комплекс «Экополис», подрядчик которого, по словам Николая Любимова, не отказывается от строительства. К тому же, временно исполняющий обязанности главы региона пояснил, что сейчас ведутся переговоры с еще одним подрядчиком, который готов полностью взять на себя строительство объекта. Название фирмы пока не разглашается. Ситуация пострадавших в таких случаях граждан не является безвыходной. Таких случаев много очень. И государству, и муниципалитету приходится нового инвестора искать, а это влечет за собой либо разрешение на увеличение этажности, перестройку проекта, либо новые участки приходится отдавать. Но мы готовы тоже вместе с муниципалитетом на это пойти, только для того, чтобы проект продолжался, и люди получили то, что они должны получить от застройщика. Естественно, эту тему я тоже на контроле буду держать, для того, чтобы она не развивалась дальше, для того, чтобы люди все-таки смогли получить конкретное представление о сроках. Пока мы тоже не можем сказать о том, какие будут сроки для окончания и завершения этого строительства. Но обязательно мы сделаем все возможное, чтобы люди получили свои квадратные метры и квартиры. Несмотря на то, что Николай Любимов сравнительно недавно приступил к обязанностям в нашем регионе, за это время он вошел в курс последних событий. Большую роль сыграли поездки по районам области и его встречи в Рязани. Также был задан вопрос, каких представителей СМИ предпочитает Николай Любимов для того, чтобы узнать новости региона, и какие источники считает самыми объективными. Прежде всего, конечно, через интернет. Прямо скажу, наша пресс-служба и дайджесты готовит однозначно. Причем выбирают, я сразу скажу, выбирают все. То есть нет выборок каких-то позитивных одних. Мне и негатив туда, который есть, однозначно помещают. Второе, конечно, это телевидение на втором месте. Третье – это печатные издания. Печатные издания просто времени надо больше. Телевидение получается только либо вечером, либо там выходной. Ну, конечно, и город смотрел, и ТКР смотрел, и другие наши телеканалы, которые выходят в меньшем объеме. На пресс-конференции поднималась тема развития бизнеса, выработки стратегии развития региона именно в этом сегменте. Большое внимание Николай Любимов уделил вопросу здравоохранения. Он отметил, что сейчас ведется работа по оптимизации обслуживания в поликлиниках, в результате которой в учреждениях исчезнут очереди, а на прием к специалисту попасть будет легко. Эта модернизация происходит по примеру других городов, где она уже сработала. Сохранение памятников архитектуры и улучшение городской среды – эти вопросы не менее важны. Николай Любимов отметил, что при необходимости будут выкуплены частные территории для создания в городе скверов, поскольку места в Рязани для зеленых зон становится все меньше. Другие вопросы касались улучшения экологии, отопления в жилых домах и других проблем. Николай Любимов отметил, что его стратегия рассчитана на то, чтобы Рязань через несколько лет вошла в топ-10 лучших российских городов. На пресс-конференции были заданы личные вопросы. Николай Любимов ответил, что его семье нравится в Рязани. Дочка в ближайшее время, скорее всего, будет заниматься спортом в Академии тенниса имени Озерова и начнет обучение в Рязанской художественной школе, переведясь из Калужской. Вода из-под крана, которую мы привыкли использовать в быту, довольно часто вызывает вопросы, насколько она чистая и безопасная для употребления. Поэтому многие перестраховываются и используют фильтры или же обязательно кипятят воду. Какие этапы очистки проходит вода перед тем, как попасть в дома и квартиры, расскажет Валерий Седов. Кто из нас летом не ходил купаться в Аку? К тому же привычная нам уже картина – рыбакью берегов. Но мало кто задумывался, что именно отсюда в наши краны и поступает чистая вода. Правда, ей предстоит пройти длинный путь. Окско-очистная водопроводная станция, основанная 40 лет назад. Ее производительность – 75 тысяч кубических метров в сутки. К тому же вода поступает не только из Аки, но и из подземных источников, составляя около 40-50% от общего объема. Первым делом вода попадает в реагентное хозяйство. Это место, где дозируется гипохлорид натрия для обеззараживания воды. Гипохлорид натрия нам приходит в готовом виде, в виде концентрированного раствора. И далее насосами-дозаторами, здесь насосы-дозаторы «Глюнфос» подаются на очистные сооружения, в смесители и далее в отстойники и фильтры. Для очистки воды и появления осадка используют 19-процентный раствор гипохлорида натрия. На дозировку влияет даже сезон. В паводке или лютую зиму она разнообразна, и на выходе всегда получается чистая вода. После появления осадка вода попадает в фильтровальный зал. Это сердце очистной водопроводной станции. Это заключительный этап очистки воды. Вода после того, как в нее были добавлены реагенты, прошла отстойники, где при помощи силы тяжести взвесь, которая образовалась, осела. И теперь вода у нас проходит заключительную стадию очистки, фильтруясь через кварцевый слой кварцевого песка. После фильтрования вода дополнительно обеззараживается и поступает для хранения на четыре резервуара чистой воды. Сбор воды идет через щелевые дренажные трубы. Именно через эти маленькие отверстия и выливается отфильтрованная вода. После этого она поступает в производственную лабораторию. Контроль осуществляется по 46 показателям качества. И по всем этим показателям вода отвечает гиеническим нормативам. Лаборатория работает круглосуточно. И анализ проводится по ряду показателей ежечасно, по другим показателям. Это по остаточному хлору, который является косвенным показателем безопасности воды в эпидемическом отношении. То есть контроль за обеззараживанием ведется ежечасно. В лабораторию попадает чистейшая вода, как раз для утоления жажды. И после, на завершающий этап, в машинный зал. Здесь семь работающих агрегатов, пять из которых подают воду в город, а два оставшихся обеспечивают промывку фильтров. Вся аппаратура здесь импортного производства. Давление и системы гидравлики, которую поддерживают рабочие группы насосов, она всегда постоянно. Это достигается внедрением новейших технологий именно в систему управления этими насосными агрегатами. Здесь использованы и плавный пуск, и частотно регулируемые вот эти приводы, которые, в свою очередь, обеспечивают стабильность при неравномерном расходе нашими потребителями. Из пяти насосов работают два. И если какой-нибудь из них выходит из строя, то другой в автоматическом режиме его заменяет. Обычный человек этого переключения даже и не заметит. Оперативное руководство технологическим процессом осуществляется и с диспетчерской. Из диспетчерской контролируется давление, которое подается потребителям, контролируется уровень воды в резервуарах, контролируется объемы поступления воды на очистную водопроводную станцию из реки Аки, из артезианских скважин, регулируются дозы реагентов, которые используются для обработки. То есть это мозг станции. Если сердце – это фильтры, то диспетчерская – это мозг. На этой станции используют традиционные способы очистки. Точно такие же этапы она проходит и во всем мире. Жаль только, что пока вода дойдет до нас, канализационные трубы успеют подпортить ее качество. В Рязани полицейские задержали девушку, наносившую на стены вредоносные надписи. Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по железнодорожному району Рязани задержали на улице города 18-летнюю местную жительницу, которая подозревается в нанесении на стены домов надписей, помогающих распространять наркотики. Рязанцы сообщили в полицию, что в районе улицы Дзержинскую молодая девушка оставляла на стенах жилых домов подозрительные надписи, похожие на интернет-ссылки. Благодаря помощи граждан, которые передавали сведения о подозрительной девушке, буквально шаг за шагом оперативникам подразделения по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по железнодорожному району города Рязани удалось задержать нарушительницу с поличным в момент нанесения на стену очередной надписи. Сама она уже год употребляла синтетические наркотики и такими действиями зарабатывала на их покупку. Этим я зарабатывала. То есть это реклама продажи наркотиков? Сейчас полицейские устанавливают все звенья криминальной цепочки. Выясняют, кто скрывается под интернет-псевдонимами и сайтами, через которые пытаются незаконно распространять наркотики. В отношении нарушительницы возбуждено административное дело. Не только управляют автомобилями рязанцев в состоянии алкогольного опьянения по-прежнему не перевелись умельцы, изготавливающие алкоголь, не имея на это лицензии. Так полицейские пресекли в городе Скопене незаконное производство слабоалкогольных напитков. Оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Рязанской области получили информацию, что в городе Скопене изготавливают алкогольную продукцию. В ходе проверки полицейские установили, что в помещении было организовано незаконное производство слабоалкогольных напитков и автоматизированный разлив в тару емкостью полтора литра. Никаких документов на производство алкогольной продукции в цеху не было. Как установили полицейские, руководитель фирмы, 53-летний житель города Скопен, подозреваемый в организации незаконного производства слабоалкогольных напитков, также уклонялся от уплаты налогов от своей деятельности. С места происшествия была изъята производственная линия, 3000 литров готовой продукции, 7000 литров спирта, тара, пробки, этикетки и иное технологическое оборудование и материалы. Образцы изъятой продукции направлены на исследование. Подразделением Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу по факту производства и оборота спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии возбуждено дело об административном правонарушении по части 3 статьи 14.17 Кодекса об административных правонарушениях, по которой предусмотрен штраф до 300 тысяч рублей с конфискацией продукции и оборудования. Кроме этого, сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции проводят проверку по факту наличия в действиях фигурантов признаков состава преступления, предусмотренной статьей 171 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное предпринимательство». Во второй части программы в материалах моих коллег вы увидите. Разлива не будет. Жители Заокского вынуждены добираться из поселка и обратно в Плавь. Застывшие в вечности. В Рязани открывается фотодом Евгения Каширина. Отрезаны от жизни. Ежедневные сложности людей с ограниченными возможностями здоровья. Разлива не будет, заявляли синоптики. Одного из самых масштабных и красивых зрелищ, которые весной дарит природа жителям городов, стоящих на реках, разлива в нынешнем году увидеть так и не удалось. Большая вода не появилась на горизонте. Теплая сухая погода, стоявшая весь март, стала тому причиной. Однако жителям некоторых населенных пунктов пришлось столкнуться с проявлениями стихии. Жители Короства штурмуют водную преграду на машинах. Глубина брода достигает 30 сантиметров. При малейшей неосторожности автомобили глохнут и застревают посреди водной глади. В социальных сетях сообщается, с каким трудом жителям села и дачникам, имеющим здесь дома, удается пробираться к своим жилищам и добираться до города. Тем не менее, люди привыкли к половодию в этих местах. И преодоление водных преград печалит далеко не всех. Длина потопленного участка около 100 метров. Дорога шума-шкороства все еще находится под водой. Сотрудники МЧС отметили габариты проезжей части, чтобы автомобилисты, рискующие форсировать разлив, не съехали с дороги. Во всех населенных пунктах, к которым прервано прямое сообщение, организовано дежурство полиции, сотрудников пожарной охраны, скорой и медицинской помощи. Для обеспечения безопасности вместо перлива автодороги организован спасательный пост, на котором дежурят спасатели и пожарные. Имя Евгения Каширина знакомо практически каждому рязанцу. Фотохудожник, сумевший навсегда зафиксировать эпоху, в которой жил, и увековечить лица своих современников. И сделать это так, что в каждом снимке живет душа. Сегодня открылась выставка «Рязань и рязанцы», где представлены работы нашего выдающегося земляка. Фотограф – это охотник за мгновениями, которые, если их не поймаешь, исчезнут бесследно. Это слова Евгения Каширина, который сам был не просто фотографом, а талантливым фотохудожником. Люди, которые были с ним знакомы, рассказывают, что где бы он им не встречался, везде его сопровождала большая черная сумка с фотоаппаратурой. Охоте за мгновениями он посвящал все свое свободное время. И именно благодаря его работам сегодня перед нами предстает жизнь рязанцев 20 века во всем ее многообразии и во всех проявлениях – грустных, комичных, радостных. Для него не было ничего интереснее человека. И снимал людей он в самых разных ситуациях – на свадьбах, на улицах города, в процессе работы. А больше всего ему нравилось фотографировать стариков и детей. Он был невероятный придумщик. Я наблюдал его, мне очень нравилось, как он работал с детьми. Они делали такие вещи, они писали, ну, так сказать, одна из составляющих старой фотографии – это серебро. И вот они с помощью растворов, так сказать, рисовали серебром на фотобумаге. Это надо было видеть, как его обожали дети, как Дженя поразительно умел с ними работать, как он находил для них нужные слова. Мечтой Евгения Каширина было создание в Рязани художественного фотосалона. И сегодня его мечта сбылась. Выставкой «Рязань и рязанцы», проходящей в здании администрации города, сегодня был открыт музейно-выставочный центр «Фотодом». Правда, пока будет ремонтироваться его собственное помещение на улице Почтовой, проекты фотодома планируют выставлять на различных площадках города. Я думаю, что открытие такого дома фотографии – это будет еще одним шагом для сохранения вообще этого искусства, потому что действительно мало кто может похвастаться такими проектами. Я думаю, что мы этим проектом будем гордиться. Символично, что музейно-выставочный центр «Фотодом» открывается выставкой Евгения Каширина. На ней представлены фотографии из его фотоальбома «Рязань и рязанцы». Последнее, что успел подготовить Евгений Николаевич, собственно, вот эти фотографии, это листы этого альбома, они, собственно, помнят, их редактировал и собирал Евгений Николаевич. На открытии выставки выступила директор «Фотодома» Виктория Филипова, которая рассказала, почему было выбрано именно такое название для этого проекта и какие цели перед собой ставит его руководство. И вот когда мы в процессе работы задали себе вопрос, а что мы хотим, собственно, от этого музейно-выставочного центра, что мы хотим сделать? И мы пришли к ответу, мы хотим построить дом, дом, в котором будет царить фотография и жить люди, для которых фотография дорога. Познакомиться с первой выставкой музейно-выставочного центра «Фотодом» имени Евгения Каширина может любой желающий. Она продолжит свою работу на первом этаже в здании администрации города до 28 апреля. Изолированные от жизни. Инвалид-колясочник, живущий на улице Весеннее, в городской роще не может добраться ни до почты, ни до других важных социальных учреждений. С подобной ситуацией ежедневно сталкиваются десятки людей с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в нашем городе. Это и послужило поводом для того, чтобы посмотреть, насколько доступна городская среда для таких людей. В мониторинге социальных объектов поучаствовал Валерий Седов. Скорее всего, спуститься по пандусу без травм не получится. Это неоднократно пытались показать многие каскадеры. Если уж они падают с колясок, разбивая колени в кровь, то что говорить об инвалидах? Для них разница в высоте бордюров уже играет большую роль. Заехать можно на тротуар, а съехать, как вы видите, уже для пересечения, грубо говоря, в магазин, в банк. Я уже не могу. Ну или проезжаешь по проезжей части, что создаешь проблемы водителям, подвергаешь, грубо говоря, свою жизнь опасности. Либо приходится кого-то просить, если люди идут, или прыгают самому. Я уже пару колясок сломал. Все это есть в строительных нормативных документах. Только на это нужно обращать внимание. При приеме, при производстве работ, конечно. Тогда в городе жизнь нашему улучшится. Хоть с малого начать. Роману 38 лет, 6 из которых он находится в инвалидном кресле. Активности мужчине не занимать, и каждый день он стремится подышать уличным воздухом. Три раза в неделю мужчина посещает тренажерный зал. Также, по возможности, Роман старается делать покупки в магазинах. Но не все из них оборудованы специальными пандусами. А по другим не подняться без помощи. Кнопки устанавливают для инвалидов. Поднимут туда-сюда. Это все, грубо говоря, мои 100 килограмм не очень легко поднять. В принципе, по ступенькам. Да и мне что-то страшновато, когда меня кто-то поднимает. Мне проще само... Это еще надо дождаться, пока люди найдут людей, чтобы... Пришли и подняли тебя. Вот. А если это зима, на улице холодно сидеть, да, ждать, пока кто-то подойдет. Проще самому подняться по этому пандусу. К сожалению, жалоба Романа далеко не первая. В нашем городе достаточно необорудованных мест для инвалидов. Высокие бордюры, отсутствие пандусов в общественных местах. Список получается большой. В социальной защите нуждаются все граждане, но в особенности люди с ограничением по здоровью. Мы знаем, что сейчас реализуется программа «Доступная среда». В Рязанской области ведется, можно сказать, огромная системная работа по созданию специализированных объектов для доступности людей-инвалидов к социально значимым объектам. Совместно с обществом инвалидов нашей области мы планируем совместную работу для того, чтобы создать определенный список, определенный перечень объектов, которые необходимо в первую очередь обустроить для доступной среды для инвалидов. Даже неровная тротуарная плитка тоже может стать большой проблемой. Поэтому общество инвалидов продолжает бороться за улучшение условий. И хочу обратиться к властям нашего города и к новому губернатору, любимому, чтобы обратил внимание и обращал внимание на инвалидов. Инвалиды нуждаются в помощи. Аварийность на дорогах – одна из головных болей сотрудников госавтоинспекции. Внезапно выпавший снег, причина одних аварий, обеспеченное поведение участников дорожного движения, как водителей, так и пешеходов, другая. А также алкоголь в крови тех, кто садится за руль. Причины разнообразны, а вот исход зачастую весьма печален. В трагическом ДТП на южной окружной дороге в Рязани во вторник вечером погибла женщина и пострадал 8-летний ребенок. На улице Южный Промузел 60-летний житель Рязанской области, управляя автомобилем «Вольво» с полуприцепом, при повороте налево не уступил дорогу и совершил столкновение с двигающимся прямо автомобилем марки «Сан Йонг». В результате аварии 30-летняя женщина, пассажир легковой автомашины, получила травмы, от которых скончалась на месте аварии. Водители 8-летним пассажиркам того же авто с полученными телесными повреждениями были доставлены в больницу. Погода и гололед стали причиной массовых аварий утром в среду. Так, около торгового центра М5 Молл произошло ДТП. В аварию попали как минимум пять автомобилей, один из которых в результате столкновения вылетел на обочину. Северная окружная дорога также сегодня оказалась в ловушке пробок. Там, в районе гипермаркета «Лента» в Борках, столкнулись также пять автомобилей. Следом за ними через 200 метров произошло еще одно ДТП. Очевидно, что многие автолюбители поспешили сменить зимнюю резину на летнюю. По-настоящему глупое ДТП произошло во вторник вечером на парковке торгового центра «Премьер». Там пьяный подросток собрал сразу четыре припаркованных автомобиля. 28 марта примерно в 21 час 20 минут на автопарковке возле торгового центра «Премьер» резанец, управляя автомобилем ВАЗ 14 модели, не справился с рулевым управлением и совершил наезд на четыре автомобиля, стоящие на парковке без водителей. Полицейские установили, что за рулем был и вовсе не имеющий прав несовершеннолетний резанец, который, ко всему прочему, находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате аварии подросток с травмами был доставлен в больницу. На этом у меня все. Я прощаюсь с вами до следующих выпусков. Всего доброго. Ипотека 7,4%? Ипотека 7,4%? Как? 7,4%? Да, всего 7,4%. Ваша выгода составит 450 тысяч рублей. Только 6 квартир в месяц. Программа «Доступные ипотеки» от компании «Зеленый сад» и ПАО «ВТБ-24». Субтитры создавал DimaTorzok